Всем привет, друзья! С вами Блазислав Широков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажать колокольчик, также написать комментарий. Приятного просмотра! Макароны. Нареем в себя воды. Макароны. Какие-то скопочки. Небольшой тарелку поднимешь. Макароны сейчас добавлю пьяного масла. Вот минуя масла. Алипианель. Перца. Чёртный, красный. Алипианель. Тоже сюда прикрываем. И минут 6-7 готовится к меню. Ну что, с гречкой надо будет сходить. Гречка и геркулес. Так, пока это всё томится. Я нарежу сыр. А, сыр нашёл? А, индику надо же. Я буду использовать на тёрке. И из КБС купил. КБС 139. КБС 350. Ну, уже третий день пьем кофе. Это уже неприятно. А у нас хорошее. Мне нравится. Нарежу, чтобы добавить с луна. Наши макароны. Нарезал. Я думаю, положу это под низ. Вот сюда. Чтоб потом перемешивать. И было мясо. Вот. Наш индико. И, собственно, операционка. Минуты 3-4. Поначалку, который не звучит. Значит, вы можете, пожалуйста, блядь, назад. То есть, это хорошо. А вот сюда, пожалуйста, еще лучше. Чуть-чуть недовольны, как альденко. Я в очереди, да, интересный, предпочтение на черепах очень вкусно. Видим, что они более-менее приготовились. Несколько времени начнем, как он поднялся. Пришло. Выложим. Шикарно. Добавила сыра немного. У нас получилось. Поглядит очень даже неплохо, мне кажется. Как вам? Оцените мою готовку в комментариях. Спасибо вам огромное за просмотр. Приятного аппетита и свой тоже кушайте. Ребят, всем привет. Это мой влог. Собственно, я уже убрался в квартире. Поснимал пару выпусков GTA 5 РП. И у нас время 14.22. Sorry, что так поздно начал влог. А, еще я готова еду. Сейчас думаю сходить в магазин. Пока решаюсь. Что у нас там за окном? За окном, кстати, нормальная погода. Может, это будет по-более отличный огонь. Я немножко подопух. Гляньте, что единорог. Немного подопух. Но так в целом неплохо, свежо. Хорошо, сейчас очки напяну. Напяну. Будет вообще супер. Так. Мне просто нужно очки надеть. Надеться. Чтобы было не так, как с ровом. Надо почистить. Да, и так незаметно, скажите. Намного лучше. Что-то мне надоело столько волос. Кажется, как будто очень длинный. Представить себя, может, это из-за бороды. Как всего неплохо. Здесь до магазина заморожено. Пока погода позволяется. Фух. А потом уже в центр. Все дела сделал. Видосы тоже сделал. Еще на основной канал закинул видосы с ГТА-шкочить случайно. Ну, пускай будет. Ничего страшного. Так. Решил выйти из дома. Всем привет. С вами Владислав Широков. Как всегда. Вот такой мой локбук. Петлю повесил на рубашку. Хотя, наверное, не стоит. Можно чуть-чуть поближе. Ну, пофиг. На самом деле, шикарно. Можно было и выйти в центр. Да, пройтись. Сейчас я возьму этого. Возьму мороженое. Поем, посижу. А потом уже, наверное, поеду в сторону центра. А то что-то очень долго за компом. Чтоб сильно не залипать. Ну, и не болела потом спина. Больше всего я парился на тем, типа, быстрее убраться. В итоге успел. Все сделал. Убрался. Еще снял выпуски. Еще и приготовил. Сейчас у меня курица там размораживается. Сейчас пойду в пятерочку. Пятерочка рядом тут. Как бы, в принципе, близко. Пару шагов. А потом, наверное, пойду или поеду в сторону центра. Ну, примерно, как вчера. Ну, примерно, как вчера. В пятерочке. Что-нибудь. Надеюсь, я что-нибудь подберу. Ну, мороженое точно. Захотелось. Как-то достаточно скучно стало. Хотя там вроде и контента много за КТАшкой. Ну, надо пройтись еще на улице. Так. Ну, что ж. Стабилизация включена. 119 рублей. Эти. Бананы. Шестьдесят. Шестьдесят. Четыре. А, чебуреки. А, пельмени. Пельмени. Горячая штучка. 129. Пельмени Останкина. 900 грамм. 159. Можно взять. Не менее Останкинский. Традиционно. 900 грамм. 159 рублей. Нормально. 430. 129. Горячая штучка. 189. 251. Хорошая. Что-то не хочу. Пельмени. Может, там мясо есть? Это у меня неотипетует. Здоровый человек у реки. Я так и не ел. Тоже таки. Вот. Курица. Тоже курица. Власти 8. Не брал с собой стыдик на самом деле сегодня. Без стыдика. Такой пломбир. Ну, мы возьмем мое любимое мороженое. О, церафана есть. Большой. Ой. Я не знаю, где цена. Всю две тридцать один двенадцать. Так. Новгород. Мороженое сладкое. Ешка. Новгород. И церафана. Сладкоежка, наверное, нет. Давай разобрали. Да. Как-нибудь. Неварик. Так. Сарафана. А этого нет. Прикиньте. Да. Новгород. Она, по-моему, синяя. Что-то все такое. Три цели. Солбей. Восемьдесят девять. Солбей. Солбей. Мороженое. Новгород. Икска. Девятнадцать. Невятнадцать девяти. Солбей. 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 Неа. Тут нет. Тоже Сарафана. Солбей. Нету, надо другую пятерочку иметь. Сходите, а вам магнит посмотреть. Морковь, капуста, я шевел, 46 стоит. Сыр. Сыр, это что-то не хочу, сыр, недавно ел. Дейтрувей, какая штука. Бомбар. Ух, какая новая тема. Тапша. Нонг шин. Нонг шин. Шин рамен, 134. Маленькая такая, да, стоит? XS Маме. Гущёнка 44. Да, дороговато. Даже очень. А вот есть рамен. Такой, такой. 59, 30, 24, 29. 60, да, 39, 99, шоколад. О-ка. 47, осяное печенье. 24. 42. Можем опять маленько купить. 79, 84, 79, 42 Таня хотел с ним на это мороженое 26, 49, пряники 49, пряники норм Всякий конфет разный, что все вдеешь, все вдеять Не знаю, что там Пойду магнитное, посмотрю, что там Вот есть шоколадки 179, 35, 49, 134, 79, степ 49, 149 А, мне нужно гречки купить Да, за этим топливом Так Так Опа Вот это уже подход Крупа гречи 44 Опа 44, только здесь столько она стоит Берем где ее 40, считаю Пяную пачку геркулеса Геркулес не выражает Да Посмотрим Посмотрим Прикольно 189, 114 Держи 45 Все 104, 24 119 Ладно, давайте пока это возьму Если что за еду еще сюда 109, 59 Рахат Лукум 74, мармелад 300 грамм мармелада Вот еще есть французский сад мармелад 300 граммовый Здоровые В общем Пастила Красная цена Зефир 49 Пастила Торт 169 Люблю Барни 84 эти А там по-моему дороже Сколько там штук А это 5 штук А там 12 штук 140 что ли Интересно 79 Что-то мне кажется там 69 Могу обмануть 54 Или сколько А, 56 Рулет нормальный 56 84 барни 119 15 Дова Кола Чай Так, ладно Ладно, пока с этим разберемся В общем, тут в пару домах есть магнит Не знаю, что он едет на меня там ХУ Написано 2,99 Есть магнит 14,49 и 44,98 Две штуки Вышло все про все 104 рубля Смотрите, это гречка И пачка Геркулес Сейчас я пойду в магнит Возьму там что-нибудь Там посмотрю, сколько там стоит самое дешевое мороженое Я не помню, где тут вообще на районе Еще одна пятерочка Но, по-моему, она в центре Туда, вперед идти Типа Поэтому Тут вообще недалеко как бы пройти Буквально немного Раньше там, вот в сторону 16 Была пятерочка Но вот сейчас вот По-моему ее убрали Я как-то ходил туда И ее убрали Посмотрим Сегодня, кстати, одел Видите New Balance Надел И карго Черный Выглядит даже неплохо А вот уже Макдональд Этот Магнит Макдональдс Магнит Гуки пока сидят на картах Так А здесь закрыто Вон там Вход Буки Так До 23 Давайте посмотрим, что тут Вот Интересно А чек Я выкину Прям пофиг Могут шмонать Для меня Че пишут Минобра 329 15179 Сколько стоять? Улучшить 179 Офигеть Дешевле Банан уже дешевле Банпари 84 Фротелл 149 179 Смотрите Есть Какие-то Какие-то штучки 79 99 Тоже есть Необычная тема Уже 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 99 Вот Евро Тоже есть Необычная тема Тоже есть Необычная тема 10 штук 55 рублей Либо Такие Сливки А вот Есть вкуснотие 57 рублей Нормальная тема Сколько тут гречка стоит? Чего? Крупа гречнева 76 Офигеть Я только что взял за 44 Чисто Чисто вдвое Чисто вдвое Практически дороже Видите Тут надо Очень Присматриваться Что берешь Сыр У меня закончился На 20% А вот Какие-то штучки Баба Баба Ромова Торт 429 Баба Ромова Ромова 429 399 Еще Сыр 54 45 Нога 39 159 И Дай 2 пачки 99 33 44 39 39 37 Рубузы 100 159 Отчинают Корчонка Колдырь курит сигарет за 200 рублей Ой, какие-то почти за 300 Сигарета за 300 Колдырь Неясно Ну, видно, что-то сдает Или Типа деньги-то должны быть откуда-то Типа деньги-то должны быть откуда-то Успи купить 27 рублей Такая тина есть 27 рублей Сколько это? 250 А здесь 05 43 рублей Йогурт Прикольно Телс 39 56 36 Дорогое 99 33 Йогурт Что-то немного захотелось Сурс Утка Снежок, да Оряжник 47 Творог Эрак 89 Сметана 69 62 63 65 102 Возьмём вот это, гороскожем. Пень, что-то солодка ещё. А, вот тут есть курица. 189, 129, 129, 129, 139, 149, 139, 149, 149, 149, 159, 159, 159, 159. 159, 159, 169, 159, 159, 159, 169, 159, 159, 159, 159, 169, 169, 159, 169, 169, 159, 159, 169. 904 не делает раку бенгейки, тефтель, пава не делает стейк, фарш, шницель, 909, а мне надо мороженое еще подыскать, тут всякие тоже штуки, блин жалко у меня тут нету на райончике этот, как он называется? Верн его, Верн, тоже подобный оттенок, чуть иначе называется Верн. Смотрите, прикольно, 109 кекс, прям по адресу я зашел, 69, здоровые такие штуки, видите в каждом магазине по акциону, а вот этот кекс стоит 76, а там кекс этот стоит 56, понимаете в чем суть, в чем суть боль, это вот эти штуки стоят дешево, 407 грамм, вот кекс 109 рублей, вот это тоже дешево, сейчас 56 долларов, прям, 46 ватн, ммк 109, проветы, ммлэмс, 80, 109, ну дешевле чем пятерочки, барни 93, видите такая же, а там 84, то есть 6 рублей, ну, навар, какие-то чипсы детские, 46, видите, вот 159, а там 143, чисто это вот соседний дом, а там даже 134 чекопа, здесь 156, 159 по скидке, вот такая тема, Массим Дэйс это продукция магнита, насколько я понимаю, Мария, вот эти крекеры, кстати, из детства, вот эти вот, эти всякие фигурки тут, ребят, да, вот такие, сколько они стоят, пряники с начинкой, орехов, не знаю, а вот имбирные, что ли, пряники воронежские 7 есть, 64, 5 штук есть, печенье, я думаю, это очень вкусно, кстати, да, и сок, вот эту штуку поставлю, покачиваем, подберу, 149, 34, течение контик, а, вот, супер контик, есть такая тема, 4 штуки за 34, а там по 14, это вот 28, не дороже, 91, 109, пряники 63, 49, 69, 34, стопы на молоко, для любителей сладкое, просто пальчики оближешь, показаю, сколько на стоят, пальчики оближу, 91 рубль, мария традиционное печенье, 106, 83, мария 43, вот 41, там стоит 39, да, видите, ну, какая-то вот есть, обманка, короче, кто-то здорового, 93, 24, 69, что это, сколько? печенье овсяное, 400 грамм, 49, а сколько 400 грамм, можно взять, печенье овсяное, я, наверное, не такой, сколько, а, это литровый, литровый 67, 250, пол-литра 43, успей купить чернику и ежевик в последний день 67, успей купить чернику и ежевик в последний день 67, вот здесь 67 прикольная тема, всякие 40, 34, 35, 49, 27, 23 до 23 40 лиц и его взять такую большую пачку это круассан вареная скучонка 409 409 с этой стороны а с этой стороны булки наверное какие-нибудь 42 булки тут вообще что-то дорогие не знаю за что, но они прямо у нас 51 такие корзинки 64,90 но они, кстати, всегда были дорогие это йогурт у меня вышло 44 рубля за мое печенье вот типо овсяные печенье 44 рубля а 49 50 рубля а вот это что? 30 рублей а там по 23 все на печенье все на печенье дрожжи бары вот торт 109 такие штучки чак-чак есть 119 300 грамм ну похоже там 109 луки да и с вафельной трубочки 95 вот такие вот вафельные трубочки торт 209 казинак 34 134 я могу на самом деле о чем-то то только совсем не значительно дешевле так во многом дороже прям даже их продукция как бы такое 13 41 халва раха паком 56 зефир 109 56 49 79 мармелад мармелад а мармелад а мармелад дешевле 56 мармелад такой вот у нас есть и дольки азовская мармелад в конце скисер какие дольки есть не знаю ребят 49 34 казинак 100 34 49 какие-то вафли наверное 61 61 37 есть вафли 109 шоколадец и 40 грамм маленький вообще тортик степ есть вафли вот орео какой-то большой а нам еще нужно посмотреть мороженое 43 59 вот это классно конечно тем 109 мини маффины тоже классная тема короче наценка дороже чем в пятерочке а что то где еще мороженое то это че рыба а а а а сутки его палец останки на пельмени 900 грамм 189 там 150 30 рублей на цену а цена хинкари грузинские 70 грамм 15 рублей пельмени классические 14 хинкари 100 грамм 100 штук это сколько 100 штук это будет 150 рублей хинкари грузинские это вот эти навесы хинкари грузинские можно будет приготовить хинкари хинкари не тот мне тот понравился который в доме очень очень такая разовая история раз взял поел как бы хорош стоянка стоянка прямо есть но точно не стал стоянку нужно есть гречку блин а где мороженое что не знаю а там есть там еще вказ нет да он уже здоровый милка да с 79 темночки на темночки а вот темночки 79 разные варианты 49 49 49 54 69 ручка ричард спорт 119 тут дешевле 20 милома сладиве текла кстати а вот сроки 35 сухарики бюрны зубы дешевле сухарики бюрны всякие напитки чьи-то сысер Девять, это я не ем. Блин, где мороженое? А там тоже магнит? Или там другую на кассе? Мороженое. Все надо у нас. Мороженое. Все, девять. Тридцать четыре. Тридцать четыре. Белый. Семьдесят пять. Семьдесят пять. Семьдесят пять. Девять. С два. Мороженое вывлено. Снежное лакомство. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Вот вам оценка. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Да, на самом деле погодка прям шепчет погулять. Сейчас я приду. Я приду такой. И значит, что сделаю. Блин, мороженое этого не было. За 13 рублей. Приду, значит, включу. Что-то строят. Приду, поем. Вот то, что взял. То, что прикупил. И, собственно, пойду гулять, наверное. Как-то так. Как-то такие планы. На сегодня такие планы. Вот местный парк. 77 рублей на самом деле не очень дорогие. А так обычно можно реально два мороженого взять. И два контика. И того же, если это один рубль, конечно, более интересно, выгоднее. Ну, ладно. Видите, 7 или 7 с 9, наверное, что-то. Я не знаю, сколько я съем вообще на включение. Что-то вот захотелось такого разбавить. Обстановочку. Так. Двук. Параваев. Аптека. Здоровая, кстати. Ну, это с наценкой дорогая. Строение шик. Взял всяких этих... Гречки на гречке тоже сэкономил. Ну, видите, тоже как бы привычка моя. Я не беру их. Вот то, что дороже, я знаю, сколько стоит. Что? Как бы нужды у меня что-то там покупать прям. Нет. Прямо здесь и сейчас. Я просто не беру. Так вот, 0,5. А, кстати, на таком же угле и картинка по-моему, и для него. Я просто на единице снимал. Да, вот. И картинка по... Не так сильно трясется. Ну, конечно, не стедик, но... Все, 0,5 и режим экстрим. Сейчас поедим. Ну, эти есть проблемы. Заходишь в магазин, ничего не хочется. Даже там попробовать. Ну, что, торт я этот ел. Это как вот реально вчера фикс-фрасе было. Мне просто нравится в магазинах. Из-за того, что там все красиво разложено. Маркетологи хорошо делают. А так... Мне, как бы, покупатель там тяги к чему-то. Вот я хотел очень сырный соус этот. Купил мне фортанул вчера за 33 рубля. Купил я сырный соус, и у меня вообще не хочется. Так же с сыром. Да, помните, я все говорил. Сыр крутая тема. Я, значит, две пачки как-то купил. Ну, типа, одну пачку. Потом не доел. Потом еще на работу. Взял. Ну, и в итоге две пачки сыра. Это где-то грамм 600, наверное. За неделю-полторы я взял. И, конечно, мне уже после этого особо не хочется сыр взять. Как бы, ну, есть курица. Она сейчас размораживается. Я сейчас... Она разморозится, и уже... Приготовлю что-то существенное. А так... Блин, а погода прям шепчет погулять. Представьте, если бы я был в Питере. Исаакиевский собор. Вот это все. Красота. Сейчас дойдем. Сейчас дойду мне до дома. И потом уже поеду. 17.36 по времени. Поеду гулять. Снимать блок. Майков. Надо подкрепиться. Блин, смотрите, дыбором, да? Волосы это от наушников. Наушники вот это всегда прям дыбором. И надо бы, смотрите, рог растет. Вот так. Семь планки, кстати, не делал. Черку может сделаем. Посмотрим. Так вообще на чиле, так в релаксе. Решил, в общем, выйти, пройтись. Одел куртку. Карго, штаны карго. Большую сумку. Взял с собой стедик. Сейчас говорю, кстати, не с петли. Хотя петля вон она у меня. Пройдусь. И вот такие очки. Думаю, прикольно. Вполне себе. Со штанами карго выглядят очень даже неплохо. Есть минус. Что ничего не видно. Плак пресс. Пресс. Что ничего не видно. А так, в целом, все весело. Клиент, когда-то я его стриг. Он тоже, на самом деле, в этом же доме живет. Такой добрый мужик. Ладно, что. Погнали. Метро. Тройку взял. Вроде все взял. Был, конечно, вариант залипнуть дома. Ну, блин, жалко так выходной. Убивать, чисто дома посидеть. Не хочется. Хоть я пошел в там пару два магазина. Каким-то он. Вот он, ты видишь. 20 метров. Я почувствую стемилизацию. Рядом. Хоть я на тысячу. Хоть я хлеб. так в общем хожу уже на курске длинный переход надел петличку в общем еду когда выставлено стабилизация конечно ревит ревит прям серьезно и теряем а чтоб стабилизировать изображение кажется будет темно хотя время 18 садей еще переход вот чуть занизил и позицию 18 садзи прикольно холи она против атрами кстати очень давно здесь не выходил очень давно вы знаете можно куда пойти можно пойти в ту сторону сторону арт-плея посмотреть что там в общем знаю насколько он дотянется вот я на отриуме прикольно установочка кайф зарядка тоже полная давно уж тут не было на самом деле так целом прикольно вполне опять взял зачем-то ручку не знаю тоже как привычка надо выложить я просто когда полный комплект выставляю естественно как бы и ручку тоже чтоб не потерять ничего сейчас вот вышел уже смотрю как бы зачем мне эта ручка без ручки просто это на 300 грамм меньше зачем увеличивать свою нагрузку когда все должно быть мобильным прикольно ну вот чуваки круто из рисовали да все это нарисовали картины свои это интересно не знаю кто так проходит жизнь как бы очень быстро люди вот так себя запечатлели я не знаю закрашивают вроде да со временем то есть это уже разные экспозиции достаточно в целом прикольно вот смотрите новое причем когда я здесь был вот этих небоскребов аля не было сейчас вот выставили вот выставили интерес забытая прикольно короче а я не знаю как теперь так свернуть на огромную штуку делают теперь короче курская больше похоже знаете на киевский вокзал киевский вокзал всем прикольно восстановили они все строили строили там мы должны были восстановить всю эту историю а потом я уже там свернул как бы и пойду что где мне удобней так что так а это кстати вот во владимир направлении тут всякие электрички и вот местный контингент раньше тут можно было бомжей поснимать неплохо сейчас не знаю сейчас тоже бомжей наверное нет да очень она прям расширена эту тему ну-ка дэри конечно солидный контингент хороший вот это мне нравится хардкорчик да многое тут изменилось ну сейчас вот построят это значит достроят здание и конечно тут будет намного все иначе потому что во первых охрана этого а этих это недвижимость так сказать будет всех гонять и колдыри и прочее несмотря на то что тут вокзал да потому что это аля какой-то дорогой центр с огромной ценой за квадратный метр поэтому кофикс я помню тут флешка покупала мне нужна была ну вот так кент меня вовчик подгонял я на какую-то съемку чувак меня снимал причем чувак снимал он в общем приехал из Америки потом побыл здесь и снимал и снимал поснимал тут пожил не знаю чем он до конца так и занимался пожил наверное пару месяцев уехал обратно туда в Америку и как вот такая история но из воспоминаний у меня осталось что вот мы снимались он там типа набирал фортфолио и мне делал видосик типа аля модельный тогда еще и все пытался модельно вот эту движ раскрутить блин клево не зря что я вышел здесь зря что взял ручку которая мне особо не нужна тут тоже колорит тут студия вот у кентов кстати ну кенты все мои уехали в Черногорию они там часто зависали мы там тоже были я бывал ну так не очень насыщен я прям люблю это все не знаю почему я раньше когда не занялся потому что ну как-то загонялся может надо было просто взять такой комплект и и снимать кайфовать это же топочка да вот арт пространство по моему нету да либо все-таки следующее не наверное следующее арт за ним а мне по прямой и потом вот она где это не получается прямо вот там новые тоже стены исписали прикольно сделала вагоны вот синюю штуку тут добавили я уже давно тут не был в целом неплохо смотрится даже более чем вот здесь классный вид я тут уже на самом деле и там высотки будет конечно топово съесть такая возможность конечно грех не пожить с видом на вот эту историю ну смотрите просто смотришь ждали короче и у тебя такая прям дорога в никуда да без перспектив перспективная вот это здание огромное стро прикольно короче очень даже но светлое время стедик просто так я опять вот такой режим надо добавить широкий угол вот смотрите широким углом как это все я что-то на единичку снимаю на единичке больше тряски широким углом вообще нет тряски практически так что так да вот тоже я что-то смотрел что вышло короче просматривал материал я смотрю там на 0.5 вообще просто идеалити у меня зарядки я вчера снимала где-то часа 2 наверное подряд но этот влог вышел на 2.40 и мне хватило то есть даже заряжать его в принципе не пришлось я все равно позаряжал стедик в итоге в общем у меня в целом такая история это не может не радовать как бы так да да нам сейчас просто налево да видите память ага перекрыли не доделали все-таки да видите не вариант короче столовая я наверное пойду так я ж могу здесь перейти ну да куда насрать зеленый еще я пойду здесь перейду не знаю можно было так или нет на пофиг более на такой улице более спокойной улице пройдусь тут и никого нету и прикольно с дома такие вот тоже смотрите да вот казалось бы чуть-чуть свернул от вокзала вот кто здесь живет это же просто люди представляете да тоже как-то болтали там с коллегами такая история короче в чем фишка вот когда ты знаешь с кем-то там встречаешься типа и вот ты как-то погружаешься в атмосферу человека типа где он живет и вот конечно такая любовь у меня к этим квартирам конечно интересно здесь пожить тут дело тут даже не в людях а именно вот в квартирах короче так сказать в быту смотрите вот что он тут в быту местную и вот тоже дорог как будто в деревне прикольно а это курская представляете это самый самый центр просто вот курский вокзал толковый мне кажется да нет я сегодня только тоже решил подзабить не выходить потом думаю блин так много сегодня можно увидеть что сидеть просиживать или винторник я и так успею не люблю прям так просто чил внимательно такое фк так сниму лук вот лук total black на самом деле у меня сейчас ой красиво эти штуки тополь лететь прямо в камеру если еще включить кинорежим вот прям интерес не снимают в режиме 60 фпс смотрите как прикольно летит вот вы больше сможете разглядеть тополь вот вы больше сможете разглядеть более чем более чем очень много топлива я сейчас весь в этой теме буду фух да сегодня видите я начал путь свой с курской не с не как обычно с баумутской да а именно с курской чтобы попробовать другой вариант если что-то новое ну на самом деле я просто обошел этот дом и вернулся обратно и сейчас если я пойду туда я уже окажусь на садовом кольце потому что вон те дома замечательные это садовое кольцо не очень хочется идти через вокзал поэтому наверное так и поступим войдем через садовое кольцо вот интересный ниндзя да стоит или харли это такой своеобразная тут конечно атмосфера и вот новая ТЦ я конечно в шоке насколько она огромная ой точнее не ТЦ вот боже вот это и есть жизнь нужно снимать поиграл немного поснимал контент ГТАшки и можно спокойно выйти поснимать влог потрясно так сказать на память сегодня 6 июня 2023 год я надеюсь я посмотрю это видео через год через год и она вызовет мне позитивные эмоции так а вот мой лукбук сейчас я наверное вот здесь да вот мой лук наверное и наверное это прикольно 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 вот он мой лук не знаю насколько видно конечно так а может еще и тему сделать да вот я здесь просто ровно ну вот пойдем мы на Садово Москва конечно как всегда потрясающе все просто замечательно этот город невозможно не любить насколько он полон свободы архитектурной красоты вот этой которая все даже трудности какие тут не были да допустим связаны с жилищными движухами либо там рабочими моментами все вот эта красота перекрывает ну резонанс как вы понимаете очень серьезный от безумно богатых людей до просто вот выживающих ну что так вот лук кстати вот здесь лук видно видите total black фактически косуха штаны карго широкие и кроссовки Alliany balance 530 на руках аксессуары вот такие с другой стороны тоже кольцо снял с этого пальца по-моему надеюсь не потерял да по-моему снял что-то не нашел да вот на садовом кольце кстати вот это здание я уже вот не помню такое круговое мне бы хотелось перейти на ту сторону да я наверное так и поступлю сейчас перейдем на ту сторону и пойдем вверх уже к центру Москвы так такая странная тема так постоянно хочется сигареты и кофе но это психологически это не то что там не без этого нет жизни или еще что-то вот такое кайфажорство знаете оля как сладкое так же сигареты и кофе то же самое тоже прикольно не очень колоритная история где уж снимаешь нет для меня на самом деле это просто находка которая особенно особенно без ручки вот эта история стыдик так что так это не это не это не что это не да нет местные ебанько какое то местное ебанько проехалось по этим да но обрыски тут тоже хватают блядь надеюсь это не аллергия на этот пух да вот че колор до очка очки как я понимаю можно снять эпатаж тут ни к чему земляной вал 38 вы можете всегда сюда заехать и посмотреть то что вы увидели в этом прекрасном блоге живу у меня конечно безумная анастальгия когда я здесь хожу тоже недалеко тут работал в борделе свое время и я постоянно возвращался под утро под утро ходил тоже нами метро а потом в три пизды на кулички и вот так вот потихонечку потихонечку прикольно было момент конечно так не знаю но интереснее как-то жить ну во первых моложе наверное из-за этого интереснее ну вспоминаешь так с улыбкой о по сливу ее сливы себя папа пара жалко нет зума но сливы сидят кайфуют начали на расслабоне так как что вон на т.ц достаточно давно здесь стоит это отрыв тоже поменялся и уникло уже нету кстати и не по можете купить на этом мало моде кстати что-то просто нового не знаю а земляной валу просто нового но без витрины мне кажется такая история может это специально сделано временно как без витрины это вот курс доллара евро продажи покупка 850 подупал скорректировался курс 870 продажи восемьдесят один часы а не они продают восемьдесят один это скупает практически на 2 рубля дешевле такое а вот кстати обычный дом совершенно который стоит за этим за садовым кольцом совершенно обычные дома такие ничем не примечательны в принципе прикольно не идешь прям вот сегодня погода прям вот шепчет прогуляться посмотреть что тут происходит на какие-то так а-ля московские красоты интересно я все хочу как-нибудь сесть и проехаться на троллейбусе точнее трамваи потому что все равно у меня абонемент хочется сделать такую историю о-о-о-о 249 комбо 249 светиные не знаю что вот здесь тоже неплохой кстати барбершоп есть я когда-то у чувака здесь машинку покупал работать не работал но думаю тут надо он давно не знаю насколько тут нормально платят но если хотя бы 40 процентов окей думаю да раньше было 40 а где он кстати как будто либо мы его прошли либо его уже нет барбершоп банки есть кстати это улице банки я по я вспомнил такой момент в жизни тоже когда еще только приехал и жил тут вот неподалеку я ходил по всяким банкам и хотел устроиться на работу причем такие знаете достаточно ёбнутые тет тетеньки там работали как это HR подзалубный отдел и вот эти тупые вопросы какие-то там а-ля продай ручку было весьма забавно причем на тот момент они получали там хуйню выглядели нервникак прям топово мне на те года лишь бы особенно после ну вот так знаете срезонировало то есть из-за мне просто наверное это мое вот чувство меры уже на 550 чувство меры не хватает то есть вроде ехал как бы в шрипуху там что в 1100 хотя бы получать под 100 да а потом блять пошел банковские вот эти подзалубни где получают 30-40 тысяч но опять же это был год 14-15 да никто бы не мог представить что я вот столько столько как быстро пролетит время которое я тут живу да но я я как бы отдавал себе отчет потому что я уезжал навсегда то есть я хотел здесь жить мне здесь ну нравилось как бы и когда даже ничего не было было огромное чемодан и когда все это увидел я понял что это именно то место где мне потрясаю где мне комфортно где я чувствую себя живым особенно центр может это просто иллюзорно здесь мне круто и ритм и движ единственно вот со временем придет это информационная так сказать сила так или иначе да там аудитории побольше чтобы была возможность так же заниматься снять тут что-то да допустим когда-нибудь и заниматься искусством да не трясти что ты это все проебешь да аудитория как бы отвернется ты все проебешь ну просто за счет либо там какой-то сдачи да имущества либо там каких-то инструментов коллекционных или все сразу то что вот планируется посмотрим не знаю поживем увидим было бы здорово было бы класс ну тоже цены конские как бы уже это было наверное просто невообразимо когда мне было там 20 лет там до 25 а сейчас ты особо не удивишься ты все истории ну просто жить бы здесь было бы наверное подряд это факт который как бы логично понять ну целый вопрос этой жизни конечно достаточно ну не для обычных не для обычных людей не для обычных роботягов точно а вот 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 салон навязка да он чуть-чуть впереди я уже думаю закрыли нормальный салон два этажа вполне себе работать не работал всегда требовалось там с моделью а я не ходил где модели где усложняет вот этот начальный так сказать период да вот начальное трудоустройство сети 22 ой люк кстати полуоткрытый аж мурашки пошли мог растрепаться да вот на самом деле проходит мои выходные уже концу время 1928 вчера и сегодня моя как сделать все четко выполнил свои задачи бытовые там задачи убрался постирал вещи снял контент снимал все забрался взвесил присмотрел позанимался спортом то есть так сказать по жизни пожил для себя и теперь трудовые будни я думаю будет весело можно будет что-нибудь интересное прикупить магазине чем больше проходит время тем меньше мне хочется что купить магазине из еды сейчас уже на самом деле близится история что мне надо будет заказывать суши тысячи подписчиков такая красота давайте наверно по этой стороне пройдемся чтобы что-то новое было достаточно интересное вот хорлея хорлейска тоже просто я все время хотел по тому маршруту как бы а тут все интересный маршрут новый естественно это клево но раньше с ребятами тоже вчера соседнюю говорил с разумом канал как мы ходили раньше те же бары было здорово не знаю мне вот что-то даже как бы чуть-чуть не хватает что просто не надо спешить повзрослеть типа понятно что это бессмысленная хрень там типа такая отрыжка все но просто сам момент там потанцевать почему нет не надо спешить с расцветляли и ускучнять свою жизнь бизнес-лайн 400 рублей по будням так все мы на покровке ох ребят взял овсяных печеней на самом деле достаточно много будет колоритный дачу не знаю необычный персонаж уж точно в шляпе на велике вот я вспоминал геннадия горина а я на мукацуха ну круто что мужик делает как бы себя конечно очень непростая тяжелую варлина в этом живет как и начал от снимать видосы зам все это белая муская херота нет не знаю тоже такое своеобразное местечко вон на харли чувак подъезжает он скорее всего это заведение без окон без дверей угадайте что это возле отеля заведение в центре москвы без окон без дверей конечно же это бордель и вон там тоже бордель вот так вот так так что так интересно вот тебе какая движуха а так не знаю думаешь там во всем конечно блин не хочется ностальгировать на счет а со временем все больше и больше какого-то вот этого ностальгического говна типа и это не есть хорошо я не любитель ностальгировать ну вот так проходишь что-то то в памяти стреляет каждая вот каждый здесь угол у меня уже в орле не так я в орле там даже больше осознанной жизни живу здесь чем в том не вот это нравится я вообще хотел прожить более основном типа такую осознанную жизнь не конечно в европе или в америке чтоб я уже ну то есть поменялся у меня голова там в туз направлении как вот поменял сторону московского да так же я хотел бы конечно чтобы это был дальнейшем в сторону европейского или американского не знаю да даже японского ну а просто жить в одной вот этой истории как бы это как на райончике всю жизнь затухнуть ну это прям нечто ну дерьмо не знаю когда у тебя огромный мир тебе ничего не обременяют зачем тебе себя вот заковывать в какие-то рамки зачем я считаю что это не имеет никакого смысла ну каждый выбирает себе конечно путь мне осуждать как бы не вправе можно там пройти по китайке да мне наверное надо покидать я хотела зайти в дексе по-моему да где-то он там да по моему на китайке в подворотнях тут постоянно вот он срезает чувак художник срезает а потом опять порисовывают надо короче с кем-то знакомиться я хотел в социальных сетях знакомиться теперь у меня есть дохренечество вот он мой рябчик это бублик да который конечно было бы просто охуенно устроится работать не знаю чего я тяну трачу время так и стрипуха была просто боишься там что что боятся сейчас как бы уже смотрим крутое место тоже здорово звезды пёзды там все дела я когда отстриг чуваков оттуда он там как работал на пятницкой ой на это на чистых прудах ой Катя там же заходили вот так прикольно так вродишь достаточно интересно мне очень нравится бродить бродить так по москве ну вот недавно я задумался про конечно про стрим да чтоб это можно было просто выгружать нам надо посмотреть с оператором ну насколько это все регулярно станет пока так когда-нибудь ну допустим в других городах я уж точно так наверное сделаю хз опять же ну не знаю не точно но мне кажется это было просто прикольно и как приятно и с полезным и веселей читать чат и как бы контент все равно снимаешь вчера посмотрел на самом деле я очень много уделил внимание технической стороне что про это только и говорил говорил во влоге но это не есть хорошо сегодня уже исправляюсь иначе солярия маякил здорово да надо будет не забыть домой купить это мороженое за 13 рублей зайти в какой-то пятерочку а вот какую но если даже это не произойдет я сделаю это завтра чем бы и нет взять два мороженого и что-то еще а я реально могу сделать это завтра взять два мороженое и штуку из кб за 13 рублей был бы здорово да сейчас тут пройдут мне наверное вот туда лучше пройти это будет удобно да тем более там нету этих нет прохода сейчас посмотрю пиздно даже вот здесь вот где сбер короче это первый сбер короче куда я вообще зашел не мне не сюда это я сейчас выйду на чистые мне надо просто выйти чуть-чуть в другую сторону чуть вперед вчера я такой иду я не помню уже камера села или нет да камера села то есть телефон сел я иду и такой думаю когда я вот рисовал те же холсты и короче вот ходил на таганку за красками было тоже прикольно достаточно интересно интересно и так по-своему то есть с каким-то этим а-ля колоритом достаточно прикольно и бы есть короче в общем что вспомнить 19 39 почти 80 8 740 да я зайду в этот дикси посмотрю sorry звук звук трога мне этого порой не хватает ну вот этот картин который взял по номерам а не по номерам а-ля из-за алмазной этой темы не не моя короче лежуха раз попробовал хорошо что дешевую купил я ее наверное даже за 1 типа если я не осилю там в течение года да я просто его закрашу акрилом если буду такую тему покупать только просто акриловой краской ну как по мне проще реально самому т.е. не та эта история закружать вот это а вот это зачем у СК зачем чуваки изрисовали вверх они любят кстати тут изрисовывать ночью особенно циноварно так а здесь я уже на моросейке практически уезжали? да кофикс но они сколько вкусов вот это я не помню была но тут нет такой мотоцикл мне когда нравился этот скутер honda giorno такая итальянская тема итальяшки любят это все прикольно давайте каравая тут такое популярное короче место видите хохловская площадь долго конечно сейчас по идее уже все а там я не помню кстати что там да мы тут часто тусовались ходили по ночам тут слонялись комбо 250 kitchen land а вот здесь я тоже работал кстати тут есть пивнуха такая на втором этаже я там тоже работал в баре как это блять типа кружки но не кружка нет не кружка другое по другому как называется желтая такая чему то лицо знакомо а келфиш келфиш в баре наверное да да такая крышка тоже тоже побывал тут вот я кстати не проходил ну давно думаю что тут все как бы одинаково ты сейчас идешь и блин но многое переделали особенно в связи с тем что здесь строят что-то реконструкция идет даже не узнаешь улицу прикольно хотя я сколько вот хожу одним и тем же маршрутом да мне вот кажется что да что там идти там так же ничего не изменилось как вначале так и здесь оказывается гряните даже здесь меняется со временем постепенно постепенно везде меняется конечно это от этого никуда не уйдешь ну что ж посмотрим что будет через пару лет прикольно клиент бар ABC кофе но чешется нос от этого пуха прям жесткая короче пуха прям но здесь кстати его нет не алетит з вроде то поле это нет может где-то леса там или что-то ромбара кондитерс тоже такое ощущение что я ходил сюда работать а вот это не знаю вьетнамская кухня это моды да была появилась на вьетнамской это все сигаретки вот тусовочка цито пьяная территория дисциплина даааа изменилась и причем очень даже неплохо прям поменялась сон весь колорит хинкали ее но весь нос в этих в этой хрени да она все изменилась говорят какие-то плача тут обувь в испании пиколинус да не знаю успею я в сторону патрика дойду дойду надо зайти в этот магазин что-то купить не знаю там по-моему дикси ничего вроде особенного нет там но интересно посмотреть а вдруг я вот так не помню какой поворот по-моему дальше здесь кстати мы тусовались как-то в этом и был гонфлаг стадания все тут в принципе тут тусуются тоже такая модель на единичество девчонки просто дает варианте кайфово а чё география W . это тоже разговор география W огромный листик по-моему он был поменьше я не знаю тут собака сейчас посолала визг магнолия ну магнолия кстати была главный путь прикольно да может это этот поворот либо следующее наверное следующее тоже вот прикольный шпиль да интересно вот тоже красиво конечно вообще много тут конечно всяких красивых людей а вот у нас ты или да маска тоже такой отголосок прошлого что ли когда видишь маску и уже определенный момент жизни не носят их да да охренеть чего только не произошло да за ближайшие за там те же пять лет вот а вот тебе кажется что жизнь не меняется за пять лет что только не было это это круто как бы это там сложно и не было да и стрессово но это очень круто когда у меня с пиздеца в пиздец как бы люди чувствуют жизнь что ли прям жесткие перемены наверное так оба она сейчас посыпь не мне кажется да не вроде бы салон правда кофе правда и кофе это что это кажется знакомы но старый такой мужик что-то видно он снимает смотрите сколько пуха вот я про то что и говорю очень много пуха реально тюма тоже прикольный закоулок я вот раньше особо даже и не бывал как не замечал ого кайф рука еще не напрягается без ручки прям топчик я даже не стал брать этот пауэрбанк ну ну сядет телефон да и по пофиг поеду домой как бы чем мне прикольный тоже еще вспомнилась когда я в бар там один заходил устроиться на втором этаже не знаю что то так просто ведь вспоминается именно каждый вот такой шаг который мне дал вообще другие дал бы если я так допустим использовал иначе то бы жизнь моя немного изменилась вот так и ты такой свой наш блин вот это да был момент этот хотя раньше я такой хрень не страдал кстати ну типа прошло время и прошло а сейчас вот такой ведешь и блин вспоминается дэри крабс не помню табак пил так а вот моросейка тоже прикольное место вот в шпиле тоже там работу вот прям на улице там есть бойкат к сожалению недолго что-то меня либо перекинули либо что-то там нихуя не помню да, мне скинули да, там было здорово тусовочки ну там всех скинули поменяли так раз и вот как раз здесь по прямой есть этот вот так сказать сломка здесь есть дикси вот вот и так вот когда невольно снимаешь для кого-то типа людей короче прямо есть момент что было бы здорово даже кого-то подснять ну типа таля заказ там там идешь какой-то прохожий или прохожая появляется и ты такой идешь тоже в это направление и то что там за ней да и смотришь блин охрененная картинка можно было бы наклепать к этой истории там закинуть ее интервью она там рассказала пару моментов и это было бы просто чем-то потрясающим на всю жизнь то есть запомнилось бы ей точно на всю жизнь вот эта история поэтому не знаю вот оп мой лук прикольненько да хорош слушать модник далее 5-6 назад я так аж не выглянул причем это не сказать что дорого просто ну просто иначе в этой трешке тоже бывал везде бывал тут пил знакомился с пьяными дамами разных лет человека не было здесь экспромт не помню по-моему тоже ну вот это вот блять вот сейчас вспомнил вас когда работал типа в Орле пилснер не пилснер ну не пилснер пилснер это московская тема фанфикшн это тоже в Москве как же он называется на п как-то это заведение тоже а-ля пивной бар типа и вот так вот дикси пойду поймем не знаю буду тут снимать да подсниму тоже какая разница поднимаем надеюсь тут есть мороженое хотя если я возьму мороженое здесь то мне надо будет ехать уже домой на 24 часа кстати толпчик какой-то прям возле универсал я там еще кентуха жил возле универсал находился в магазине да прикольно что-то такое посмотрим 1019 634 рыба что тут сенечки джинс велика 40 но тут полно подороже кстати тут уже такие ценные для центрального административного округа хотя наверное не на все 99 97 здесь 64 думаю да не на все 34 а вот йогурт 450 44 прикольно да вот здесь 109 он стоит а это ж другое я могу сказать а я был ну вот тут в дикси есть вот этот свобода блин в дикси давно я был а эти 4490 4490 а 260 прикольно 269 а то рожный крем товарят суши 79 29 какой-то так добр свой 125 маленький 24 24 вот всякий слабость есть может садиться кстати немного стыдик 119 94 129 24 59 видите а так он 39 на другой вкус а так он 39 стоит 24 34 79 а вот мясо мясо кстати похоже как верно так и теле реально как верно Потому что они косят. Посмотрите, беточки куриные. Беточки куриные на 6,89 рублей, прикиньте. Для центра Москвы это что-то. Луценко просрочка есть. Только сегодня, знаете. Ликуем. Соус, 119. Вот этот соус, который я вчера ел. А, он тут чуть побольше. Так что я ее обласкал. Я брал в Хигспрессе за 33 рубля здесь. 6,9 на этот больше. Вот, что-то есть. Это невкусно. Это котлеты прикольные. Беточки. Прикольная тема. Курица, 199. 107. Набор для супа. Не сказать, что тут что-то выгодное. Ну и не сдохнешь за голоду. Хотя же, если ты живешь в центре. 199, 89. Ну, для Москвы, конечно, это цены такие. Для центра Москвы это прям не дорого. Очень дешево. Ну, а для меня. Для любителей. Зато вот есть вот эта постоянно распродаженная ядра на копле 111 рублей. И вот, смотрите. Домашние 109 рублей. Сосиски. Блин, я в свое время их так переел, что мне вообще на них как-то так по барабану, что ли. Я здесь очень любил копченые, короче, ноги. Это еще в Карпаччо. Вот эту тему. Только дорожание не стоили дешевле. Я вот эту штуку покупала. Уходила рублей на 250. Сейчас, конечно, ценник коня просто. 54, 54. Сейчас посмотри, что-то сладкое. А может придется вернуться. Я никуда не спешу. Вот Lucky Day, кстати. Это магнитовская, да, тема? 139. А в магните тем стоит 109. Вы сегодня видели с вами. Представляете, я уже по Сашару где что. Вот это мини. Мини, по-моему, 109, что ли. Или так, 119. Что-то такое. Ну, по-моему, дороже ставить. Дороже ставь все-таки стоит. Сейчас свернем. Класс. Я вот это делаю класс. Класс. Булочки. Ммм. Прям кайф. Борило, глянь, все. 95. Наверное, только здесь она без скидки борила. Причем и в фикс прайсе, и в этом. Со скид 61 за роутом. 62 роутом. Какая охренеть. 39 роутом. Вот это еще, ладно. 31 дешевое. Блин, охренеть. Это че? Чем рано? О, ловша до широк рано. Традиция. Сколько вес? 120. А это? 120. 54 рублей. Надо попробовать. Вот зеленая, кстати. 54, 54. Блин. Подфартило. Ну все. Теперь можно смело сказать, что я весь Чан Раймин пробовал. Слов 130. Да, прикольно. Смотрите. И зеленый, и желтый. Че нравится? 54. Охренеть. Я убрал дороже. Прикольно. Будет забава. Реально весь Чан Раймин пробовал. Не знаю. Оно просто у меня... Вот сразу я увидел это. И прям не удержаться. Хочется купить. Да, затратная. Ну, 54 рубля я нигде его не куплю за 54 рубля. Трофию. 149. Ну, тут вот какие-то вот такие ништяки. Молочевка, смотрите. Милка, я такой нигде не виду. Милка. 199. Какие-то вот ништяки тут есть. Фигурки, сладкие фигурки. Вдохновение, вот это вдохновение 100 рублей стоит. 130, что ли, или 150 фикс прайс. Что-то. Че-то вот есть прикольное тоже. Чан Раймин. Булки 37, 28, 29. Булки, кстати, как в этом... Как это называется? Дабл. Слоба. Слойка. Как в пятерочке. Парни. 29. И че они так ловят за него? А вот этот 79, x5. Можете все-таки в фикс прайсе взять? Вот это сколько стоит? 172 очка пай. 134 в пятерочке. Магнит тоже вот по 200 она. Это хрена. И в фикс прайсе 69 рублей. Маленькая и 138 большая. Или там 100, вот 112 большая. Вот эти очень дорогие стоят. 247 тоже хочет попробовать. Торты 59. Такие штучки. Французские уголочки. Прикольно. 155. Кофе. Ну там булки. Булок уже нет. Так давайте досмотрим все постепенно. А потом уже пойдем дальше. 44. Что бы я взяла, что бы я попробовала. Из этого лакомства. Вот это уже цена образа мне нравится. 34. Это у нас сушки. Интересно. Вот это вот с тейтером. А вот сушки. Разничные. 39. 89. 39. Вафли что ли? Что я здесь вафли прям делал. 31. Вафли что ли? Что я здесь вафли прям делал. Вафли дикси. 31. Вафли дикси. Прикольно. 36. 50. 10. Давай 59. 89. 82. 45. Что-то 29. Тоже вот есть история. Сухари. Первым делом. 47. 59. Это тоже сухари. А, вот такие есть сухари. 29 рублей стоят. Все, на этом они для наших упал. Они тут тоже сухари. Дикси. Да. Маффины. Мини маффины. Русский бисквит. 29. Нормально. Контик. 100 грамм. 4 контика. 36. Как магнитик. Тут как будто коллап магнита. Да. Как магнитик. Тут много продукции магнита типа. Дикси я даже не замечала. Видишь. 109. Стопа. Бисквиты. Вот это такое дороже стоит. Чем магнитик. Вот эти маффины дешевые. Мини маффины. Классная штука. А, блин, у меня сумки-то нет. Куда я потащу эти маффины? Что здесь в Москву? Где мне насрать, если честно? 64, 54, 49. Поп-корм на 64, 79. 58, 59, 19. Что взять тут такого удивительного? Сахари не хочешь? хоть они дешевые конечно классно рамен тут же вы видели да как я схватил прям молниеносно вот остальное как-то сомнением сушки не сушка солью 29 но 79 стоит города 199 а в магните 109 такая короче история милка большая 200 садить аленка 160 дней аленка дешевле 200 грамм чем пятерочки пятерочки 179 я уже не высчитываю где разница по моим влогу можно узнать где дешевле где лучше где можно еще купить так что пользуйтесь на здоровье сыруй 9 всякий апельгольд шоколадки а мне надо мороженое за то есть то погнали дальше погнали дальше миска здесь мороженое здесь всякие вот 129 смотрите такая есть тема прикольно 159 большой выбор кстати смеетесь мне сорок четыре шо такое нас 9 8329 сам дешевый 39 такие же пончики принципе только поход самодельные не донси донси в этой а после 8 50 процентов то есть они будут по 20 рублей сейчас купали а после 8 и они разных цветов можно взять прикольно хочу это фруктовый лед мороженое машины медведь сливочное скимо а вот это баба на наше мороженое перемороженное крюко коровка знаете захотелось вот типа вот такого брикетка в детстве коровка я ее не хочу другой есть так сколько нет 20 будет а по 30 рублей по 30 рублей один такой этого раз два три три на 30 90 90 рублей я не вижу тут алкоголь алкоголь для не надо 79 чипсы пепси а тут что тоже до мороженого 81 49 79 79 пломбир 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 633 33 33 всяко снекерс нутелла 29 кстати 29 29 такая тема прикольная а не она маленькая все вот это тоже скраска б 24 киндер 99 киндер 99 дэнс а вот кофе как раз хотела кофе такого нет что ли надеюсь нету нема да кофе разобрали а мы что здесь 15 54 ментас так 15 15 15 15 15 15 15 15 cherry 15 15 16 15 15 15 15 15 15 16 14 все дети здесь блин там прикольный вот этот йогурт что-то мне там все не так хочется хочется и хочется здесь шестьдесят девять есть 49 99 такие маффины анандемс 80 грамм 69 хорошо это какао 149 зеленых брикетах не знаю вся на печенье у меня есть и 245 торчи точно гречка сколько тут стоит гречка 42 по гречному 42 охренеть на 2 рубля дешевле чем обычно шана двадцать восемь четырнадцать тридцать девять на 30 копеек мешает чем я беру намок на 2 рубля сейчас просто отоварится на 2 рубля логины ну что пришло время йогурта мне кажется йогурт и йогурт и йогурт так сорок дейла свечи а 4 вот этот 4 грамм то бишь 0 5 44 рубля говно или на г или не г кефир дональ деревня литр 55 кефира взять сто лет не пил кефир у меня будет и вот и просто не будучи и вас у меня хуторок кефир возьму кефир я лучше чем йогурт чем йогурт сахар там до фига аптез 43 блин кефира потом чан рамен чушь мне будет вообще жестко я не варю кефир брать да мне будет жестковато блин чан рамен что я буду есть раз купил да и кефир да и кефир такой себе 79 хотя хз чая у меня нет можно было крепким чаем чаем чая у меня нет ладно сверяемся что взял вот такой чан рамен лапша для варки с курином бульоном и вот этот желт все там классно погнали 79 нет вот тут еще вот сейчас уже потихонечку начала вставать рука 29 кетчуп какой-то кетчуп томатный депак он там что-то о о он дальний опа вот этот картош кстати экспрессе стоит то что она говядина у нас стоит намного дешевле а вот это по 55 лук фигня здесь зеленый или нет нет тут темный разные вкусы поход появились 49 горе про все про селяны шоколадки купить чем банк этого кефира банк кефира три батона такое печенье с грудью да блин у меня вроде есть печенье что-то я не знаю что-то это блин странно не могу вот мне надо подобрать сладкое купить ее сладкое вот кроме мороза ничего не хочется все ладно хорош на этом останавливаемся подписывайтесь ставьте лайк увидимся в следующем ролике короче он так оперативно смял чек что я не успел сказать можно чек 125 рублей она вышла за две лапши и 15 рублей эта штука короче нормальная тема пакуем попробуем как раз зеленый и попробуем сделать что такое у нас блин это я еще хотел все там махинов йогурт кефира взять а мне это то не влезает все застегнул безразмерная эта штука так а ключ не искать потом ключ а ключ я надеюсь что в этом вот здесь ключ сейчас посмотрим да ключ в первом так что банковская карта банковская карта и ключ в другом вот все нормально да не стал брать кефир короче что то там ну вот видите разница цены пятерочки этого магнита и дикси можно даже сделать прям эту прям обзорщик обзорчик трех магаз то есть то 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 у как бы такая история по кайфу блин у меня прям не устаю от этой штуки что попробовать мне оттянет на шаурму какую-то хотя не сказать что там этот чан рамин прям так сильно очень интересны людям или еще что-то но самому короче прикольно есть в этом что-то раз на таганку хочется не знаю если я сейчас сверну если я сейчас сверну то я пойду еще на таганку на таганку пройдусь прогулять где граффити маркет вот это тоже то что еще вспоминал вспоминал вчера там достаточно интересно прикольно такое вспоминание жизни когда я приходил после работы рисовал свои холсты но вот как ни крути когда ты покупаешь такую историю как по номерам такого прям такого прям не будет если постоянно тут стоят я не знаю с утра что ли они начинают это все тусовка где они живут да откуда у них деньги на жизнь что вот что они перепродают эти пластинки продают эти пластинки коллекции но они на что-то должны жить правильно чтоб с утра стоять здесь и продавать может они с фиженом не знаю всегда меня удивляло это не крутой коллекционер я думаю хотя хозяев тоже такая история прикольно да как же я быстро купил этот чан рамен причем может быть он просто такой же просто это разный цвет этих как называется упаковка разного цвета кто знает но я там и увидела такого надо брать то хочет перезаградили да похоже все все дорога да перезаградили да а я машина это повес через кузню что ли пройти то есть в реале это чувакова ах и как всегда по стандарту вот какая красота представлять давайте чуть-чуть поедем просто стрелок сводится вот такой заказ можно наблюдать просто раз топчик ну что это же кайф погнали дальше раз тачки тут три па 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 ну то есть у меня прекрасно да после кефира конечно у меня была валюта не знаю перезагорожено сейчас это все история или нет так а так на самом деле тоже вспоминаю там приезд как я жил тут когда приехал там те же зарплаты еще что-то я кого не особо могу там в этом плане что-то высказать все потому что во-первых я не не стриг сразу да если я стриг сразу я работал по рынку не знаю короче ну такая тема хотя даже ну а с блогингом или еще чем-то таким наверное это все не сравнится но я стараюсь сейчас не думать опять все в грошах просто там поменьше тратить поменьше тратить да и все и не думать больше больше снимать идиот 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 тоже когда они стригутся вообще хуеваешь ебанат ну вот так жизнь а 4 а че это у меня свет что за хмель не знаю что за палка а свет что-то не готовит да а-ля этот будокс стоит опа будокс да 200 приколь молодцы так я сегодня я вчера здесь был это дорогой юристик рыбы нет деньги есть вот фарш фарш тоже классное место там конечно топчик фарш кудряло фарш топовое место вот я бы хотел бы чтоб моему банки бы сотрудничали с фаршем круто круто мне кажется это было бы просто чем-то нереально топово так что так интересненько вот это кстати штуку давно повесили мне кажется уже пару лет да она вот с периодичностью все упало потом видно ее подтянули подрихтовали и как бы сейчас она остается остается потихонечку вроде все не перезагорожено до вторника очень много народу вишняк есть и а по и и а а Остается две гости. Да, какая-то совка вчера тут была, потому что разгроб прям хороший. Чё-то танцую, да. Вот, состоянник она снимает. Прикольный мост. Так, я хотел на Кузнецкий мост вообще, наверное. Да, сейчас уже начинает садиться стедик и его держит. Но телефон еще норм. Телефон еще держит, как бы и норм. Телефон держится. Молодец. Хорошо поет, да? Так прикольно. Уже солнце садится. Вы знаете, куда я сейчас верну, на самом деле. Как всегда, по стандарту. Тоже красиво. Круто поет, молодец. Валька. Подписка. Вот. Вот. Азарин. Я зову. Я зову. Я зову. Я зову. Ну, когда голоса зовут, это, конечно, дерьмо. пока норм пока никакие голоса не зовут меня когда-то на самом деле мода вот на старые вот эти треки на старый музончик аля кино все вчера было это здесь перезагорожено сейчас уже такого нет норма деваться грязи галянцев вообще-то третий концерт просто и билеты брать не надо что муда не стоит но но вы у у у у у у у у у Неплохо тоже поет. Моя большая мамочка. Это я же люблю. Да, вчера какая-то снято была, поэтому... Это почти как будто чемпионат какой-то, знаете, после чемпионата. То есть до вторника слишком уже влево, например, людей. Я же забываю, я шел по чистым или нет. По-моему, нет. Или да. А, я свернул на этой... На с покровки. Да, я по чистым уже не шел. Я думаю, на чистых тоже было очень много народа. Да и сейчас, конечно, на покровке тоже. Ой, не на покровке, а на Кузнецком мосту также. Их, в принципе, везде, на том же Арбате. Очень много народа. Так и все, косиво, что. Косота. Тверезнь. Сейчас вернем. Косивые волосы. Вот, девочки. Девочки. Так. Все, автоцешка. Дветочки. 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 Опа. Сталак. Вот так вот, идешь. Тоже можно подснять, да, после работы. Вот это вот движ. И пофиг, что. Просто вставить. Есть пиалмета, где ставить разные локации, да. И персонажи прям по центру. Опа. Кайф. Типа, неважно. Неважно, что там. Меняются локации или нет. Но. Такой путь, короче, человек. Блин, мне нравится, короче. Снимается, особенно вот, когда. А-ля за прохожим, что-то идешь. Случайно. Прикольно, получается. Так, все. Теперь остаются зарядки, чтобы вы понимали. Вообще. Буквально немножко. Немного. Где-то 7. 7-6 процентов. И все. А мы завершаем. Товерь, вы даже не знаете. Стоит мне просто все равно домой. или остаться. Или пойти дальше. Сниматься. Ну, красиво и даже ходить, как мне хочется. 20-36. Не знаю. Прикольно. Кураж, конечно, определенный есть. Ну, раз. Какой-то кураж, в общем, есть. Сейчас сверну. ВОЗ. Проще всего, конечно, свернуть реальную метро. Как раз синяя. Пойдемся в этом коридорчике. Там как раз синяя ветка. О, Кремль. Да. Интересно. Значит, революция. 20-36 по времени. Песочка. Музыканты, да? Ничто они. Актеры. Че-то они мутят. Че-то они мутят. Какие-то концертные движухи. И сразу. Может, у Зайца напишите. Кое-то. Не бедные, ребята, точно. Очень не бедные. Так, ладно, здесь я уже снимать не буду. Вырубаю и идем домой. В общем, пять процентов зарядки. Время 9.02. Хотел пока ехать, закинуть пост. Социальная сеть указанная ниже. Так, на самом деле, он не закинулся. Свет, конечно, темалет. Но нет. Чуть-чуть пройти. Походу, дождь, что ли будет? А, и просто вечер. Да, сейчас прям хочется кофе. И также приготовить рамен, чтобы было топово. Местные буки. Сабвы. Прикольно, даже здесь. Ну, вот такое, провинциальное очень. Ну, тоже свой закат. Вот есть какие-то моменты. Ну, вайп отличается. Прям. Не хочется покидать центр. От слова совсем. Ну, что ж, будем снимать, стараться. И со временем, конечно, покидать центр не придется. Все, подписка, лайк. Увидимся. Так, увидимся. Так, вот. Держать приближаем. Смотрюсь, как я выбрал свои волосы от наушников. Блин, охрененно отдохнул. Как потрясающе я провел свои два выходных. Ну, выгляжу, кстати, я просто топово. Сам не заметил, как оказался в тотал-блэнке. Ну, выгляжу уже как стилист. Офигеть. Без тебя, котик. Причем я как бы не планировала, она как-то все само раз-раз надела. Ну, мне нравится. Интересно. Сейчас танцы начинаются. Нам вообще все было. И для пациента, и для возмутки. Что? Будем готовить мы курицу. Время уже почти час. Мы же делаем, потому что упадет. На несколько дней у меня гречка. Значит, сейчас будем готовить рамен. Поставим кипяточка немножко. И сейчас принесу лапшу на полочку пока. Значит, лапша чан рамен на основной корейской традиционной пасты. Способ приготовления поместить лапшу, приправу 550, не сливая вод тщательно. В общем, это полностью готовится. Туда закидываем и все готовим. Как острый наш красный чан рамен. Вот этого производителя зошара. То есть, он попроще, чем был коричневый. Такие-то, по-моему, кусочки мяса. Он очень похож на обычный волк. Он, на самом деле, в зоне точно. По вкусу, конечно, пробую. Насколько он острый. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не нажимайте колокольчик. Напишите, какой вам больше понравился. Черный. Ой, точнее, красный. Оранжевый. Коричневый. Или зеленый. Вот это у меня зеленый. У меня пока больше всего впечатлил этот коричневый, короче. Который с этими овощами. Который надо сливать. Там ставить в кипяток саму приправу. Не в кипяток теплую воду, а отдельно ее заливать. И сливать полностью воду. А в этих не надо сливать. И сливать. Другого производителя. То есть, именно это и с китом. А это и на кипяток. Другого вида. А вот это в кипяток уже несколько раз. Потому что. Вот готов. Наш чамрами, которые мы будем кушать в праздник. Начинаем. Особо немножко можно. Шарик чакалами. В принципе, уже практически готов. Четырый минут. И все. Вы видите, как всегда. Кстати, вчера сварилась легшая. Да, очень много. Интересно. Попробуем кушать.